МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Овцеводство – одна из традиционных для Карачаева-Черкесии отраслей сельского хозяйства. Помимо прославившей регион карачаевской породы овец, который ценен за высококачественное мясо, обладателями золотых медалей на сельскохозяйственных ярмарках и выставках, по всей России остаются овцы советской мясошерстной полутонкоруной породы. Славу этим овцам сыскала прежде всего их шерсть. К слову, в течение последних пяти лет карачаевская порода овец по общей численности в Российской Федерации поднялась на пятое место. При этом тенденция к дальнейшему увеличению численности овец в нашем регионе сохраняется. Ареал распространения породы расширяется. Более того, наши овцы экспортируются во многие страны СНГ. Подробнее о том, как Министерство сельского хозяйства Карачао-Черкесской Республики ведет работу по возрождению племенного отдела в этой отрасли, нам рассказал министр сельского хозяйства Карачао-Черкесской Республики Анзор Баташев. В сегодняшний день Баранина пользуется спросом Российской Федерации. Министерство сельского хозяйства уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства по всей России. Естественно, мы тоже, Министерство сельского хозяйства Карачао-Черкесии поддерживаем наших сельского хозяйства производителей, выделяем им субсидии в виде поддержки по наращиванию маточного поголовья, выделяем субсидии нашим премьерным хозяйствам. Рашид Борисович поручил Министерство сельского хозяйства Карачао-Черкесии поддерживать наших сельского хозяйства производителей по развитию именно овцеводства нашей республики. В рамках национального проекта развития малого и среднего предпринимательства поддержать в виде грантов начинающим фермерам, агростартапам, именно приоритетом поставить именно овцеводство. То есть баллы будут получать те бизнес-планы, наивысшие баллы имеются в виду, будут получать именно те бизнес-планы, которые направлены на развитие овцеводства нашей республики. Тогда, как в предыдущие годы отдавалось предпочтение развитию молочного скотоводства, местного скотоводства, крупного рогатого скота. Я думаю, это даст очень большой толчок именно в развитии овцеводства. Недавно проходила всероссийская выставка в Астрахани, 20-я, выставка временных офицей КОС. Мы там тоже представляли нашу республику. Много наших товаропроизводителей получили медали. Первые места получили, вторые места получили, грамоты, ценные призы получили. Мы также за активное участие в выставке получили хороший приз. В принципе, работаем в этом направлении. Я думаю, у нас есть все шансы. Мы и так уже входим в пятерку самых активных, самых лучших регионов по развитию овцеводства. У нас самое большое хозяйство – это фирма «Хаммер», в которой содержится более 40 тысяч овцематок в России. А там у нас инвестиционный проект, который направлен на содержание более 50 тысяч овцематок. Поэтому, я думаю, у нас есть все шансы добиться больших успехов. У нас есть большой потенциал, и мы должны воспользоваться этим. В рамках выставки, которая проходила в Астрахани, были конференции, в которых один из них Харун Адиевич Амирханов, это директор департамента животноводства при Министерстве РФ, поручил всем регионам разработать дорожную карту до 1 сентября текущего года, на ближайшие 5 лет, где мы должны озвучить, показать, как мы будем развивать наших овцеводов. То есть, это селекция, это дополнительный закуп каких-то животных, это строительство животноводственных комплексов. С этой целью я ездил в Москву, встречался с деканом Тимиразовской академии, деканом за технологией биологии, где обсуждался возможность селекции, проведения наших барашек, где будут улучшаться вкусовые качества. Мы также хотим развивать мясошерстную породу в нашей республике.